Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 5 августа. Житие и страдания святого мученика Понтия Римлянина. Кто может уверовать, если Господь не привлечет к себе? Кто может совершить побед, если Господь не поможет? Кто может удостоиться мученического венца, если Христос не дарует его? И я недостойный, говорит описатель настоящего жития Валерий, воспитывавшийся и учившийся вместе со святым мучеником Понтием, и не получил такой благодати, чтобы вместе с ними умереть до Христа, но ради его подвига и мученичества надеясь на милость от Господа. Все, что я говорю о нем, призывая вас, свидетелей Христа и его ангелов, видел я своими глазами, слышал своими ушами и даже отчасти разделял с ним. Ради этого и вы верьте настоящему правдивому повествованию, и за веру вашу вы получите вместе со святым мучеником награду от Господа в день воскресенья мертвых. В Риме жил почтенный сенатор Марк. Он был бездетем, что доставляло большую печаль как ему, так и жене его Юлии. На 22-м году супружинства Юлия к великой радости почувствовала, что она забеременела. На пятом месяце беременности она обходила вместе со своим мужем кидорские капища, оба они были язычниками, пришла в храм Гия, называвшийся Великим. Здесь Юлия взглянула на жреца, который свинцом на голове совершал жертвоприношение перед Игором. Вдруг жрец пришел в сильнейшее возбуждение, и, снявшись с себя венец, сначала раздроблять ее на части и кричаться слезами. Эта жена носит во чреве того, которое разрушит до основания этот великий храм и уничтожит его богов. Эти слова взволнованный жрец поговорил громким голосом несколько раз, чем привел всех присутствующих в ужас, из них особенно Марка и Юлии. Они в трепете убежали из храма в свой дом, находившийся близ храма. Взяв камень, Юлия наносила себе удары по чреву и бокам со словами, «Ой, если бы мне не затянуть того, от кого разориться храм и боги сокрушаться, лучше мне самой умереть с ним, чем родить его». Когда приблизилось время, она родила совершенно здорового младенца, хотя все ожидали, что он будет мертвым, вспоминая те сильные удары камнем, какие наносила себе мать. Юлия хотела убить новорожденного, но отец воспротивился этому, говоря, «Если Диза хочет, он сам отомстит своему врагу, мы же не будем убийцами своего детяти». Так мальчик остался жить и был назван Понтием. Когда сын подрос, родители отдали его училище и никогда не брали его с собой в храм. Опраз же возрастал не только годами, но и умом. Уже во время ранней юности он мог по справедливости быть назван философом. Вместе с тем он был очень сведущий в других науках, так как обладал отличной памятью и большой начитанностью. Стремлением к истинному знанию Понтий превосходил всех своих сверстников. Раз ранним утром он отправился к своему учителю, ему случилось проходить мимо одного христианского дома. И в то именно время, когда собравшись там вместе с Папой в Понтианом, верные пели утренние псалмы. Святой Понтиан, Папа Римский, 230-235 года. Слышавшись в пении, Понтий разобрал слова «Бог наш на небесе и на земле, Вся велика восхоте сотвори, Ибо на язык серебро и золото дела рук человеческих Устав имеет и не возглаголит, Очи имеют и не узрят, Уши имеют и не видят, Нозры имеют, но не обоняют, Руки имеют и не осязают, Ноги имеют и не ходят, Не возгласят гортание своею, Подобные им да будут творящие их и все надеющиеся на них». Остановившись, он вздохнул И невольно задумался над смыслом этого изречения. Затем, умилившись под действием благодати Святого Духа, Понтий заплакал и, подняв руки, кверху воскликнул «Боже, которому я слышу сейчас возносимую хвалу, Дай мне познать Тебя!» Затем он подошел к дверям дома И стал прилежно стучать в них. Выглянувшие сверху из окна сказали папе «Какой-то отрок ступится в дверь!» Папа, уже знавшись, все по откровению Святого Духа сказал «Идите, отоприте ему, чтобы он пришел к нам, Таковысь есть Царствие Божие!» Честный отрок вошел в дом только с одним своим сверстником И товарищем по учению Валерием, Который написал житие Святого Понтия. Рабов своих он оставил на улице. Войдя в комнату и увидя, что совершается богослужение, Отрок удалился в угол, Где и пробыл до конца богослужение, Внимательно слушая и умиляясь сердцем. Затем он подошел к Святому Папе И, припав со слезами к ногам, И говорил «Молю тебя, Отец мой, Откроем мне смысл слов, которые сейчас вы пели!» «Подумай, посмотри!» «Подумай, посмотри!» «Не все ли Игорь сделаны из золота, или серебра, или меди, или вообще из какого-нибудь Вещества?» «Кто не знает, что каменные идолы высечены из гор, и оттуда положенные на коле, Привезены для продажи на торговую площадь?» «Могут ли эти созданные из земли идолы, Которые в будущем ждет разрушения и обращения в землю, быть богами?» «Наш же Бог, в которого мы веруем на небесах, И его можно видеть только сердечными, а не плоткими очами, И познавать только верою!» На это блаженный Понтий отвечал, «Мой отец и господин, ты говоришь совершенно справедливо!» «Кто действительно не видит, что игры бездушные и недвижимые, И что ими полна не только торговая площадь Капитолия и храма, Но и все улицы?» «Их такое множество, что исчезть нельзя!» «Они имеют самые разнообразные виды, И сделаны путем весьма высокого искусства, До такого только мог дойти ум человека!» «Кто не видит так же, что они прилеплены железом, Прикреплены имуэловым к своим местам, Чтобы их не свалил ветер, и они не разбились бы?» «Известно и то, что воры и разбойники Часто похищают золотых и серебряных идолов, И как они могут охранять людей от зла, Когда сами нуждаются в охранении со стороны одних людей, Чтобы их не украли другие?» «Святой Папа Пантеан удивлялся ему отрока, И взяв его за руку, хотел посадиться с собой, Но блаженный Понтий сказал, «Если ты в наших учителях, Обучающих маловажным вещам, Мы не смеем сидеть, То как ты сядешь с отцом, Который вместо пути заблуждения Указывает мне путь правды, И вместо тьмы свет?» Папа отвечал, «Господь и учитель наш Иисус Христос Дал нам такой завет, Чтобы все были едины в нем, И наставляли друг друга на полезное». Потом Папа спросил блаженного отрока, «Имеешь ли ты родителей?» «Вот уже другой год», Отвечал Понтий, «Как мать моя умерла, Мой отец, Уже глубокий старец, Для которого я служу единственным утешением». «Он христианин или язычник?» Осыданился Папа. «Мой отец, как и большинство, Ревностный язычник», Сказал на это Понтий. «Бог, просветивший тебя без всякого Учения со стороны людей», Говорил Папа, «Может просветить и твоего Отца, Чтобы, родивший тебя в эту смертную жизнь, Познал через тебя жизнь бессмертную. И ты, сын мой, послушайте меня, Верю во Христа И принеси твое крещение, Избавляющее от вечных мучений». В подобных выражениях Папа Около трех часов наставлял Понтия, Объясняя ему учения о Царстве Божием, Оглатив его и пришедшего с ним отрока Валерия И, подготовив их таким образом к принятию святого крещения, Он отпустил обоих с миром. Они же вышли, как оказывается, Покинувшие обильное пастбище, Радовались, что обрели спасение своих душ. С этого времени они каждый день Приходили к святителю Божию, Получаясь у него. Однажды сенатор Марк спросил Понтия, «Что нового узнаете, сын мой, За эти дни у твоих учителей?» За все время учения, Причал Понтия, «Я не слышал от них ничего лучше того, Чему научился теперь». Отец радовался, Полагая, что отрока узнал Новые сведения из наук, Проходившиеся в юридических школах. Блаженный же Понтия Выискивал удобный случай, Чтобы склонить к вере во Христа и Отца Вместе с собою. В один день сказал, «Я от многих отец мы слышу, Что Боге, которому поклоняемся суетно, И ничего не имеет в себе божественного, В чем отчасти убежден и сам. Они обладают только подобием органов человеческих, И совершенно бездеятельны. Каждый, желающий иметь в доме Богов, Нанимает мастера и через него делает себе Богов Из таких материалов, Какие позволяют средства. Из золота, серебра или чего-нибудь другого. Умоляю тебя, отец мой, скажи мне, Слышал ли ты или видел когда-нибудь, Что было стоящее в нашем доме в Боге, За все время, пока находятся здесь, Проявили силу в каком-либо действии? Никогда не было ничего подобного, Отвечал Марк. «Тогда для всего же спить их, Приносить жертву, Воскурять тениамы, Кланяться им?» – спросил Понтий. От этих слов Марк пришел в сильную ярость И хотел ударить сына медсцем, Говоря, «Ты хулишь моих Богов?» Потом, успокоившись, он сказал, «Неужели сын мой, Мы одни только будем не признавать Богов И не приносить им жертв?» Блаженный Понтий возразил на это, «Здесь же, в городе, Очень много людей, Которые приносят истинные жертвы Истинному Богу!» «Где их найти?» – спросил Марк. «Если хочешь, Я пойду и приведу к тебе мужа, Который все тебе ясно расскажет!» – предложил Понтий. Отец согласился. Понтий обратился к Валерию и сказал, «Вот перемена произведения Десницы и Вышнего!» И тотчас отправился к святому папе Пантиану и привел его к отцу. Папа долго беседовал с Марком, научая его познанию истинного Бога И открывая ему тайны святой веры. Марк от всего сердца уверовал в Господа нашего Иисуса Христа И вместе с папой и сыном Начал сокрушать стоящих в доме идолов. После этого он вместе с сыном И всем домом принял святое крещение. После крещения Марк прожил его недолго И представился к Господу, будучи уже Весьма почтенным старцем. Блаженному Понтию в это время было двадцать лет. Спустя шесть месяцев по смерти отца Он был взят ко двору царя Александра И сделан сенатором на место отца своего. Это произошло по нарочитому действию помысла Божия, Чтобы впоследствии, в установленное время Через Понтия познали Христа не только народ, но и цари. Исполненный истинное благочестие Святый Понтий пользовался невольной любовью и уважением Со стороны всех царедворцев. В это время доблестно скончил свою жизнь святой папа Понтиан, Убитый за исповедание Христова по приказанию Максимиана, Преемника Александра. Его место занял святой Анфир. Но и он едва пробыл месяц на престоле римского патриарха, Мученически умер за Христа при том же Максимине. После святого Анфира Папой был избран святой Фавий. Он любил святого Понтия как родной отец родного сына. Святой Понтия отдали все своими имени для раздачи нищим, Особенно единоверцам. Но уже время перейти к рассказу о том, Каким образом истинный раб Христос святой Понтии Обратил ко Христу к царю. И как в борьбе с дьяволем одержал победу, Стижав мультимический венец. После погибели мучителя Максимина, Царем был Гордиан, Приемником которого явился Филипп, Сделавший своим соправителем сына своего, тоже Филиппа. Оба они были, Очень любили святого Понтия Как человека мудрого, благочестивого И полезного в делах правления своими советами. В третий год своего царствами, Выше в то время тысячным от основания Рима, Они отправились в храм для принесения Богам благодарственной жертвы. Пригласили с собой и любимого своего сенатора Понтия. Пойдем и воздадим благодарность великим богам, За то, что они дали нам возможность праздновать Тысячелетие Рима в самом городе. Святой Понтий всячески старался уклониться от их Приглашения, чтобы не идти в языческий храм. Но цари настойчиво звали его как друга с собою. Тогда Святой Понтий поняв, что настало удобное время Для открытия царям единого истинного Бога, Господа нашего Иисуса Христа сказал, О добрые цари, Богом поставленным над людьми, Зачем вы не поклоняетесь тому, Кто даровал вам царскую честь и власть? Почему ему единому не приносите жертвы славы? Царь Филипп Старший сказал на это, Я и хочу принести жертву великому Дию, Потому именно, что он им даровал, Он даровал мне власть царскую. Святой Понтий возразил ему с улыбкой, Не обманывайся, царь, Поклоняюсь Дию, Один Бог на небе все создавший Единым Словом Своим И все животворившие благодатью Святого Духа. Зачем ты все это говоришь? Не знаем, ответили оба царя. От века ли существует Дий? Спросил Святой Понтий. Нет, сказали цари, Прежде Дия был Кронос, Отец его, Он царствовал в Италии, И под его управлением народы Италии Наслаждались благоденствием. А в то время, пока царствовал Кронос, В критии, И пока он будучи издан сыном Своим день, Не пришел в Италию, Разве последний не имел он народов и правителей? Снова спросил Святой Понтий. Нет, продолжал он, Не встречайся ложными баснями ваших стихотворцев. Один Бог над всеми на небе, Бог Отец, Который вместе с Сыном Своим и Святым Духом управляет всем, Что он создал, И поддерживает силой Своей все существующее. Создал же он и небо, и земное море, Со всем, что находится в них. После всего он сотворил по образу и подобию своему Бессмертного человека, И подчинил его власти все, Что на земле, в море и в воздухе. Видя ту великую честь, Какую Бог облег человека, Сверженный с неба дьявол исполнился зависти, И внушил человеку льстивую мысль о нарушении заповедей Божией, Чтобы через это он оказался неблагодарным И непослушным перед Своим Творцом и Благодетелем. Человек последовал коварному совету обольстителя, И тем лишил себя бессмертия, Своим прислушанием наведя смерть не только на себя, Но и на весь род человеческий. Но дьявол не удовлетворился этим обольщением человека, И изобрел идолов, Которых вы называете богами, Чтобы еще более отторгнуть род человеческий от Создателя. Билосерный же Господь, Не желая окончательной гибели созданного по его образу человека, Благоизволил послать на землю с небесного престола Единородное Слово Своё. Слово Божие в действии Святого Духа Вселилось в свою траву при чистой делах, Непостижно прияло от нее плоть, И родилось от нее неизреченно. И Слово стало человеком, Чтобы обновить падшего человека И уничтожить власть дьявола. Благочеловек явил над людьми множество чудес. Он исцелял Словом слепорожденных, Расслабленных и привязанных к кадру болезни много лет, Очищал прокаженных, Восхищал мертвых, Возвав из гроба четыродневного лазеря, Даровал ему жизнь. Как Бог Всебогущий, Он ходил в неисчастливое множество и других чудес. Но иудеи, не веруя в него и завидуя ему, Предали его понтийскому пилату и егемонию, И пригласили ко кресту, пришедшего спасти их. Он же, как Бог, восстал в третий день из мертвых. И по воскресенью Своем, в течение многих дней, И являлся ученикам Своим. Он уничтожил смерть, причиненную дьяволом человеку Своей смертью. И Своим воскресеньем даровал нам жизнь вечную. И как Он восстал от смертных, уже не умирает, Восстал из мертвых. Так и мы, по окончании этой коротковременной, Но обильной скорбями жизни, Восставшей из гробов наших, Будем вечно жить с Ним. Указав Путь спасения, Он вознесся на небо, И если кто пренебрежет этим спасением, Тот вместе с дьяволом подвергнется вечному осуждению. Верующий же и идущий путем спасения Вечно будет с Христом в Царстве и Небесном. Святой Конти долго просвещал царей. Он рассказал им все подробно о Христе, О тайнах веры и о будущей жизни. И его речь, проникнутая в благодати Святого Духа, Отверзла царям ум. Уразумев все истинности его слов, Они унили сердцем и уверовали в Господа нашего Иисуса Христа. Они умоляли Святого Контина следует себе Еще более подробно изъяснить им тайну спасения, Чтобы они могли избежать неугасимого огня, И в будущей бессмертной жизни получить счастье со святыми. В этот день, рано как и после, Цари не ходили в Капитолию для принесения жертв идолам. Они приказали только день тысячелетия Рина Отпраздновать народными зрелищами. Святой же Конти не замедлил отправиться Святейшему Папе Саввию, которому рассказал все. Папа, исполнил живейшей радости, Преклонил колено, говоря, Господи Иисусе Христе, Благодарю Тебя, что Ты благоизволил Через раба своего Контия Привести царей Римских К познанию Твоего Пресвятого имени. На другой день Папа и Конти вместе отправились к царям, И долго беседовали с ними о едином истинном Боге И о всем пути спасения. Видя веру царей, Папа огласил их ко святому крещению, А потом спустя непродолжительное время и крестил. Вместе с ними крестились и другие, Ибо по примеру царей весьма многие уверовали во Христа. И кто может передать радость христиан в это время? Когда сбылось и произнесенное по велению Божией дьяволом Через бесновавшегося жреца Святом Понтии, Когда он находился в северной обе матери, Заручившись разрешением царей Святой Понтии Вместе со Святым Папой Исавием, Пошел в храм Дия, Где было произнесено вышеупомянутое предсказание. Здесь они сначала сокрушили идолов, А потом разорили до оснований самый храм. Было уничтожено несколько других христианских храмов. Их место заняли святые Божьи Церкви. В эти дни очень многие обращались ко Христу и крестились. Но они не составляли с собой все жители Рима, Это была только часть его. И не все капища наполненные идолами Были разрушены за описываемые благоприятные для Церкви Христовой, Но не многие по воле Божьей годы. Такую свободу они наслаждались только четыре года. Господь Иисус Христов, желая искусить Церковь Свою, как золото в горниле, Попустил начаться новому гонению. Нечестивый Деки, находясь во главе язычников, Поднял восстание и убил благочестивых царей за их веру во Христа. Деки с 249 по 251 год. И многие из новокрещенных, не обладавшие твердостью душевных, Боясь гонений, снова возвратились к язычеству. Другие же бежали, скрываясь, где кто мог. А мужественные смело сли на муки, Полагая за Христа души свои. В это лютое, неожиданно как в буре поднявшееся гонение, Святой Понтий укрылся в одном месте в самом Риме. Но его особенно старательно отыскивали языческие жрецы. Своим разрушением Нидоров и Капыч он возбудил в них к себе сильнейшую ненависть. Они жаждали предать его мучениям. Это обстоятельство побудило Святого Понтия бежать в одну ночь из Рима, Следуя словам самого Господа, говорящего в Евангелии. «Когда будут гнать вас в одном городе, бегите в другой». Он пришел в город Кемелы, находившись на границе Галии, Близ Альпийских гор. Здесь он жил как странник и пришелец. Царь Декис вскоре погиб, И после кратковременного царствования Гаула, Сулузианом. На престол Римского государства вступил Валериан с сыном Галиеном. А эти цари желали уничтожить самое имя христиан, Не только в Риме, но и во всех областях его. С этой целью они повсюду рассылали особых начальников для мучения христиан. Два таких мучителя, Клавдий и Анавий, Были между прочим посланы из Гальскую область. Они прежде всего пришли в город Кемелу, Принеся жертвы богам и устроив посреди города судилище. Они издали повеление, которым предписывалось христиан брать и представлять к ним для пыток. Святой Понтий, как муж знаменитый и знатный, Был схватен и представлен прежде всех на беззаконное судилище. Увидел его, и Гимон Клавдий сказал с белым, «Ты тот Понтий, который не знаю каким волшебством произвел слетение в Риме и отвратил от богов царей». «Я никто, никого не совращал и не производил никаких смут, отвечал святой Понтий, Но обратил кого мог от изыщества к истинному богу». И Гимон сказал, «Цари наши, зная, что ты человек знатного рода, Приказали тебе принести жертву богам, В противном случае ты будешь осужден на различные мучения Вместе с людьми, худородными и нищими». Святой Понтий возразил на это, «Мой царь и утешитель Христос, Если за него я лишусь земного отечества, То буду наследником вечного, Если лишусь скоро приходящих благ, То буду участником вместе со святыми ангелами в небесной славе». «Зачем ты хочешь достичь избавления, Произнося совершенно непонятные речи?» Спросил Клавдий. «Тебе предстоит одно – Принести жертву богам, И если не сделаешь этого, То тело твое будет растерзано на пытки». «Ведь я сказал тебе, что я христианин, Никогда не принесу жертву богам», Отвечав святой Понтий. Егемонт приказал святого Понтия бросить, Заковав предварительно в цепи, в темницу, Пока он сообщит о нем царям. Затем Клавдий отправил к ним такое письмо. «Владыкам вселенной, Могучим победителям царям римским, Валериану и Галиену, Рабы ваших Клавдий и Анавий. Войдя в пределы Галии, Мы нашли Понтию, некогда смутившего Рим, Сокрушившего богов и разорившего их храмы, А теперь укрывающегося от вашей власти И не повинующегося вашим велениям. И так как он один из Знатнейших сенаторов, То мы не посмели подвергнуть его мучениям. Но только заключив, Вы уже посадили в темницу, Да коли вы не рассмотрите это дело И не повелите, как мы должны с ним поступить. Цари прислали такой ответ. «Владычество наше повелевает вам следующее. Если Понтий не захочет принести жертву богам, То вы получаете над ним полную власть И можете умертвить его, Каким только образом хотите». Получив повеление царей, Игеноны Клавдии и Иоаннавии Отправились в судилище И приказали привести Христову изника. Клавдий сказал святому Понтию, Выслушай справедливое приказание владык твоих, Которым они повелевают тебе Принести богу богам жертву. Если не сделаешь этого, То предашься нам мучения вместе с осужденными. Святой Понтий ответил, Я не имею никакого другого владыки, Кроме единого Господа моего Иисуса Христа, Который всегда может избавить меня От тех мук, Какими вы угрожаете мне. Я удивляюсь, говорил Клавдий, Как ты, человек знатный, По собственной воле дошел до такой Нищеты и бесчестия, Ты служишь такому Господу, О Котором вы сами рассказываете, Что Он был человеком, Бедным и простым, И что Его убили, Не знаю за какое преступление. Пилат, тоже подобно вам и ему, Убил его. Не лучше бы тебе повиноваться господам, Которые кротко управляют всем римским царством. Удивляйся я, Возразил Святой Компий, Как ты, будучи человеком разумным, Дошел до такого безумия, Что не хочешь познать Творца неба и земли, Обнищавшего ради твоего спасения, Не дерзаешь называть бесславным того, Кого на небе посетают ангела, И кто не по принуждению, А по своей воле бы завалил ради нашего спасения Претерпеть распятие от неудеев и Пилата. О, если бы ты захотел, Преклонисься перед столь великим В своем смирении Богом. Тот час просветился бы он твой, И ты и разумел бы, Что в своем заблуждении Лежишь, как в темной пропласти, Вместе со своими богами, И, лучше сказать, бесами. Владыки же твои, которых ты называешь Правителями римскими, Поклоняясь дереву и камню, Не только сами идут в погибели, Но и увлекая за собой подчиненный им народ. Знайте, что если вы останетесь В своем неверии, То погибнете лютой смертью, И день страшного суда Вместе с вашими богами. Осудитесь на вечные муки. Эти слова привели Эдимона в ярость. В гневе он закричал слугам, Приготовьте грабли, Железные рожни, огонь И все, что имеются для мучений. Пусть перед всеми Обнаружится его безумие. Я уже готова, Отвечали слуги. Протяните его на дыбу, Приказал Эдимон, Чтобы он всем телом своим Почувствовал мучение, И посмотрим, Избавит ли его бог от наших рук. Святой Понти, В то время как его протягивали, Говорил Эдимону, Хотя по неверию своему Ты называешь бога моего бессильным, Но я твердо знаю, верю, Что муки, которые ты намерен Причинить мне по силе владыки Моего Иисуса Христа, Не коснутся тела моего, И оно избежит страданий. Точно же орудие Плески с великим громом упало И превратилось в страх. Слуги от страха, как мертвые, Тоже попадали на землю. А святой Понти, Исполнившись радости, Сказал Эдимону, Хоть теперь убедись, маловер, Что Господь мой имеет власть Благочестивых от напасти избавлять. Не праведников же Намучение сохранить Судный день. Сладкий Эдимон от гнева Не знал, что делать. Товарищ его, Анавий сказал ему, Мудрый муж, Когда мы пришли сюда, То в одно время С нами было приведено Два громадных медведя, Пойманных в Даматских горах. Прикажи устроить зрелище И отдай Понти на сиденье этим зверям. Быстро, по приказанию Эдимона Было устроено зрелище. И святой мученик Поставлен посреди. Два сторожа вывели медведику, Чтобы они расперзали святого. Но медведи неожиданно Бросились на сторожей И пожрали их К святому же Понти, А они боялись даже приблизиться. У присутствующего При этом народа Исторгший невольный крик. «Един есть Бог, Бог христианский, В которого верует Понтий». Уязвленный в своей гордости И еще более разгневанный Егемон закричал слугам, Чтобы они как можно скорее Принесли дрова их вороста. Он хотел сжечь святого мученика. Святой Понтий сказал ему, В чем обвиняешь ты меня, Что считаешь возможным Предать огню меня? Ты сам погибнешь в неугасимом огне. Меня же Господь мой Всегда, если захочет, Сохранить невредимым среди огня, Как саблином в древности Трех отроков в Вавилонской пяти. Когда были собраны дрова и другие Быстро воспламеняющиеся вещества, Святой Понтий поставили Святой Понтий Все думали, что от мученика Останется только один пепел. Но когда все сгорело, То увидели, что Святой Понтий Живо совершенно не вредил. Огонь не коснулся даже его одежды. И снова народ воскликнул, Велик Бог христианский! Видя свое поражение, Егемон почувствовал сильный стыд И сказал святому мученику, Чего ты гордишься, Как будто бы уже победил все мучения. Не думаешь ли избежать более сильных? Но вот близко Честные храма Аполлона Ступай и принеси в нем жертву! Святой Понтий отвечал Я приношу Господу Богу моему, Иисусу Христу, В жертву мое тело, Которое до сих пор Соблил чистым от языческих мерзостей. А вас и царей ваших Скоро постигнет справедливый суд Божий За то, что вы несправедливо Годите невинных рабов Христовых. И Егемон же начал лицемерно уговаривать его. На самом деле следовало бы, Чтобы ты был нашим судьею, А не мы, твоим. Ведь ты один из первейших сенаторов, И мы не заумеваем, Из-за каких-то напрасных надежд Ты лишаешь сам себя чести и богатства. Честь этого мира и богатства его, Отвечал Святой Понтий, Похожа на утренний туман, Скрывающий от глаз человека И вены, и горы, и море. Когда же по ветерам быстро исчезает, То, что его и не было. Но честь, богатство и слава, К которым я стремлюсь, Пребывают вечно. Во время этой речи, Святого Иудея, В большом числе находившийся Среди народной толпы, Начали кричать, обращаясь к Егемону, Убей! Убей! Скорее! Волхва этого! А Святой Понтий, Подняв руки к небу, говорил, Благодарю тебя, Боже мой, Что и Иудеева пьет против меня, Подражая отцам своим, Кричавшим Пилату на Христа, Распни, распни его. После этого Егемон произнес Смертный приговор Святому Понтию. Ведите его за город, И там, на камне без ручья, Отцепите ему голову, А тело броски в болото. Все было исполнено, Как приказал мучитель. И святой мученик Понтий, Будучи обезглавлен этим последним мучением, Завершил свои страдания за Христа. Честное же тело святого, А писатель страданий его и сверстник его Валерий, Предал погребение на том самом месте, Где оно было повержено По усечению головы. Честное немного времени, По смерти Святой Понтия, Сбылось его пророчество. Нечестивый царь Римский Валериан Во время войны с персидским царем Сапором Был захвачен в плен, Где постоянно подвергался Всевозможным издевательствам. Всякий раз, когда Сапор садился на коня, Он наступал на воина шею Валериана, Как будто на подножку. Другой же царь Римский, Галиен, Был убит своими воинами На дороге в Мегеоланд. И, думая же, Клавий и друг Леонавии Сделался бесноватыми, Сделались в тот именно час, Когда Святой Мученик был высечен. Клавий собственными зубами Изгрыз свой язык И выполнил его изо рта. А Леонавия Глаза вышли из орбиты, Повисли вдоль щек. И после недолгих, Нанутых мучений от бесов, Они оба окончили свою жизнь. Язычники и иудеи Ирии исполнения слов Святого Понтия Почувствовали страх, И многие начали почитать Гробницу Святого Мученика. Валерий же описал В жизни страдания Святого Ирии, Что гонения не прекращаются. Семь на корабль Отплыл, боясь мучителей в Ливию. Отецная душа Святого Мученика Понтия Вошла в радость Господа своего И Владыки нашего Иисуса Христа. Ему же с Отцом и Святым Духом Честь и Слава И ныне и пресно И во веки веков Аминь. Богу нашему Слава Во веки веков Аминь. Просим, приходите, Подписывайтесь, Будете регулярно получать С нашего канала. Музыка Вечеринка Вечеринка Субтитры создавал DimaTorzok